МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это методом луча будут лечить труднодоступные раковые опухоли. Раньше резали для этого, назначалось отдельное лечение. Сейчас теперь все будет совершенно по-иному. Об этом и о многом другом хотелось бы с вами поговорить. Начнем с вопроса. По Казахстану 5 центров онкологических открываются. Один из них будет в Активенской области. Как вы его себе представляете? Какие задачи ставятся перед вами? Ну, задачи, во-первых, это один из центров строится на базе нашего медицинского центра Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Марата Успанова. Задача тем, что такая, что это приблизит ту высокую технологию к населению Республики Казахстан. Именно она призвана оказывать помощь именно западному региону. Это наши 5 областей. Актюбинскую область, Атрау, частично, возможно, и Казалардинскую область охватят. Какие будут технологии применяться? Да, именно тем, что именно высокотехнологичный радиологический центр в том, что именно подведение той дозы облучения именно тому очагу поражения без повреждения окружающих тканей. Как бы именно тот очаг опухоли облучается. Именно, как бы сказать, побочные влияния этого метода лечения будут сведены к минимуму. И начато строительство уже каньона в апреле 2014 года. Я думаю, что это закончится к 2016 году. Аль Кубикович, необходимость в этом какая по западному региону картина заболевания охвата? За западному региону необходимость такая есть, потому что заболеваемость во всем мире, в Казахстане и в Актюбинской области растет ежегодно. Хотя вот именно по показателям статистики Актюбинская область имеет тенденцию к стабилизации общей заболеваемости. Тем не менее, мы ожидаем, что именно в связи с внедрением скринингов программ именно улучшится выявляемость этих заболеваний. И они будут, вернее, расти количество экологических больных. Только по Актюбинской области, если не ошибаюсь, более 6 тысяч? Состоят на учете около 6 тысяч, 5-800 больных состоят на учете. Из них более половины живут более 5 лет. Скрининги, которые очень часто проводят в последнее время врачи, влияют на раннюю выявляемость, либо люди из-за ментальности какой-либо, возможно, либо какой-либо еще другой причине поздно вращаются. На результаты скрининга, конечно, эта работа касается работы первичной медицинской медико-санитарной помощи. Именно и зависит также от активности населения. Именно, как бы сказать, тут, конечно, помощь от онкологов такая, что только при раннем выявлении мы можем, в принципе, вовремя оказать помощь и, как бы сказать, меньшими потерями обойтись. А вот именно раннее количество этих больных, сколько выявляется по скринингу, зависит, конечно, от работы первичного звена. Именно от активности населения. В большинстве случаев больные, вернее, население, несмотря на проводимую работу, информационную работу, как бы, в большинстве случаев активность низкая и в большинстве случаев отказывается от проводимых. В этом году мы внедрили по октябрьскому еще три скрининга. Это рак пищевода желудка, рак печени и рак предстательной железы. И по результатам, самым результативным считается, в общем, у нас маммографический скрининг, именно женщины более ответственные относятся к своему здоровью. Да, возможно, более ответственные относятся к своему здоровью. В общем-то, и в этом, как бы, есть, как бы, доля средств массовой информации. А ведь необходимо отметить, что эти скрининги, они ведь бесплатные и ничего не стоит людям прийти, просто уделить, ну, возможно, час времени своего. Да, эта помощь оказывается в рамках гарантийного объема бесплатной медицинской помощи, и это совершенно бесплатно. Можно пройти, прийти и без очереди. И слава богу, печень при себе и, как вы сказали, все остальные органы, которые по среднему проверяются. Это зависит, как бы, личной ответственности, и об этом говорил наш президент, о том, что сейчас вот нужно, как бы, муссировать положение о том, что это корпоративная ответственность, и работодатель, и сам пациент, и ответственность врачей усилить нужно. — Ирков Викторович, возвращаясь к кардиологическому центру, сейчас строится в каньоне за городом определенный объект. Толщина стен, насколько я знаю, едва ли не 5 метров. Вот это сильная доза облучения будет говориться, но для самих пациентов никакой опасности он не представляет. Немножечко подробнее расскажите. Это будет какими-то лучами расщепляться? — Это утверждены санитарные нормы и правила, предъявляемые таким центром, и оно полностью будет соответствовать требованиям радиационной безопасности. И, в принципе, можно, ну, в окружающей среде, чтобы не было вреда именно таких моментов, вот все это соблюдено. Это наисовременнейшая технология. — Есть телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире, задавайте свой вопрос. — Здравствуйте. А рукой век уж вопрос хотели мне задать. Скрининг где проводится? Я живу, например, в Жилянке. — Спасибо. Скрининг где проводится? Как вы можете сказать? — Скрининг проводится по месту жительства, по месту прикрепления, к какой поликлинике вы прикреплены, вы подходите туда, и они вам дадут по всем видам скрининга направление. Если они берут кровь там, сдаете КАЛ там, и другие виды исследований они проводят там. — Все узнаются в регистраторе. — Есть методы исследования, которые могут быть, это фиброгастроскопия или же фиброколоноскопия, которые есть определенные клинические диагностические поликлиники, КДП, или же городские поликлиники, в которых есть специалисты, которые эндоскописты, они там, туда направляют. — Илья Куйбекович, чтобы не вводить телезрителей в заблуждение, еще раз скажем, это платно все, или за что-то определенно необходимо платить, поскольку затем мы не гарантируем, что не будут звонки с жалобами. — Да, это, я еще раз повторяюсь, это проводится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, это бесплатно, абсолютно бесплатно. Там ни ты, ни не должны платить, ни за что. — Хорошо. Какие виды новых операций сейчас осваивает медцентр именно по онкологической части, поскольку ездили, грубо говоря, отрядами во все зарубежные страны? — Да, во все зарубежные страны. Вернее, у нас два сотрудника прошли именно нашей кафедры, прошли по высокотехнологиям онкологической хирургии в Израиле. Сейчас мы проводим те операции, которые, например, первичные реконструктивно-восстановительные операции при раке молочной железы за счет собственных тканей и за счет восприменения эндопротезов. — Проще говоря, это что? Новая? — Это новая молочная железа, да. — Новый бюст. — Да, бюст, да. Создаются. В принципе, результаты неплохие. Мы в прошлом году пять операций, в этом году десять операций уже сделали. Еще какие операции? Почти каждый месяц сталкиваемся мы с ситуациями, когда нужно необходимо такие уникальные операции с применением сосудистых протезов. Вот за этот год было проведено две операции, при котором одномоментно удалением опухолей была проведена резекция аорты. Резекция аорты именно восходящей части. Это сосуд, который выходит из сердца. Именно из резекции ее протезирование. Результат хороший. И недавно была проведена операция, которая проводилась тоже в больших крупных сосудах, именно протезированием. — Из телефона звонок. Добрый день, вы в эфире. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Я хотела бы узнать. Вот мне выставили диагноз «хлеродермия». Какие мне дополнительные анализы нужно пройти, чтобы подтвердить этот диагноз? У меня ощущение жара по всему телу. Раньше ревматоидный артрит ставили. — Простите, диагноз повторите, пожалуйста. — Ревматоидный артрит. Но я обращаюсь к ревматологам. Они говорят, что у вас какое-то другое заболевание. На спине у меня были крупные шишки, но они потом терапию делали, метатриксат. Но они у меня исчезли. Но течение жара, боли страшные. Я целыми днями не могу, не знаю, куда обратиться. — Спасибо. — Ну, вопрос, конечно, не по теме, как говорится. Но дело в том, что здесь ревматоидный артрит. Возможно, системные заболевания и с поражением кожи. Возможно, поражение сосудом, так называемый узловатый эритеми может быть. Это нужно ревматологу или же кардиологу обратиться. — Хорошо, спасибо. Время эфира подошло к концу. Будем прощаться с телезрителями. Будем рады вас видеть в наших следующих программах. Вы говорите, что уже через год область получит новый радиологический центр, где пациентов будут лечить с помощью луча. Это говорит о том, что уже не будут операции, резать никого. Успехов вам в новых начинаниях. С вами были Акмирал Майкозов, а также Ариб Кубекович Койшубаев, внештатный онколог, Активинское областное управление здравоохранения. Говорили мы сегодня о строительстве нового радиологического центра. Сейчас реклама, после которой Лунар Бекбусин ознакомит вас с новостями на казахском языке. А в вечернем эфире ждите гостя Курганбаеву Маршану Нагашубековну. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok